Деблокировка дорог, идущих через Кавказ, и в частности через Азербайджан, Армению потенциально на сегодняшний день, и Турцию в Средиземноморский регион. Этот вопрос интересует фактически всех геополитических центров силы и интересует в том контексте, кто будет контролировать. Если какой-то центр силы не будет контролировать, то он, естественно, будет выступать в реальном политическом режиме, будет выступать против деблокировки. Идет борьба, кто будет контролировать дороги, которые идут от Китая до Европы, и через которых будут проходить товары и китайские товары, и товары Центральной Азии. Идет борьба у разных геополитических игроков, разные стратегии, разные тактические выдумки, разные сценарии. И здесь вопрос вот в этом, что ведется очень жесткая конкуренция этих стратегий, этих сценарий. Здесь экономические, политические, геополитические цели, геоэкономические цели взаимосвязаны. Эти цели, цели связаны друг с другом, и один добавляет другого. Так что здесь нет разницы экономические мотивы, политические мотивы. Это мотивы геополитического верховенства, кто будет доминировать на Кавказе, какие силы, какие комбинации будут. Ну, конечно, трудно представить, что один центр будет контролировать Кавказ, но по какой конфигурации будет разделен этот кавказский статус-кво, какие государства будут, так сказать, управлять ситуацией в Кавказе. И вот этот вопрос сейчас решается, и решается не только на Кавказе. Мы здесь, на Кавказе, чувствуем, конечно, влияние геополитической борьбы во всем мире, и Кавказ просто один из основных пунктов этой борьбы. Это очень трудная задача, потому что мы знаем, что Армения, особенно после военного поражения, находится в очень слабом состоянии, и в этом состоянии очень трудно удержаться от влияния каких-то геополитических, стратегических целей. Ситуация немножко для Армении более-менее маневренной становится ввиду того, что конкурируют несколько силовых центров. Один уравновешивает другого. Вот эта ситуация позволяет Армении маневрировать, настолько это можно в этом слабом состоянии. Но если какой-нибудь сценарий будет разрисоваться как доминирующий, я думаю, Армения просто вынуждена будет рассчитывать это и иметь это в виду. А какие там будут уже решения, это, конечно, зависит от многих факторов. Я думаю, это часть, просто публичная часть той попытки маневрировать между борющимися силовыми центрами. Это попытка Армении маневрировать, это публичная часть этой попытки. Армения просто пытается позиционировать себя так, что она настроена положительно на то, чтобы деблокировать регион, деблокировать дороги, инфраструктуры. И пытается не стать возле какой-нибудь стороны, геополитической стороны. Но, как я уже сказал, это очень трудная задача. Это очень трудно, если подразумевать то, что борьба идет действительно жестокая, геополитическая борьба. И эта борьба фактически не на жизнь, а на смерть. Мы видим, что ставки периодически повышаются. И это может произойти в другом регионе, так скажем. Поднимаются ставки в Ближнем Востоке. Это, конечно, влияет и на Кавказ, и на ключевые и больные точки кавказского вопроса. А вот эти дороги, проходящие через Армению, это одни из этих ключевых и больных точек. Ну а для Армении это очень сложная задача. И вам пытается решить эту задачу, пока что маневрируя. Редактор субтитров А.Семкин